доброго времени суток с вами texer microsoft fly simulator и наконец-то мой boeing приближается к аэропорту вероника все среду что аэропорт виктория но нет вероника странно и под нами не менее странная равнина черт его знает что это такое очень похоже как высохшее озеро может не высохшее озеро в общем хрен его знает мне кажется где-то здесь сидит тот самый бегемот или носорог или еще что там должно быть вообще но это водоем по виду вот так хотел мягко говоря странно что тут я вижу дома не дома ну блин водоем же наверное все таки озеро но тут какой-то косяк с воспроизведением нейросетки с другой страны вот тут на карте нет ничего короче непонятная фигня снижаться рано я хочу воспользоваться все таки скоростью приличной 550 чтобы долететь аэропорт достаточно быстро а честно говоря уже умотался на большом самолете лететь над всей африкой на протяжении таких серий лютый пипец очень монотонно мне кажется таки гораздо лучше маленькими перебежками какими-то двигаться продать будет еще дольше так носу там что-то происходит летишь не высоко чет попадается стыке карты видно квадрат потому что вот это вот там на 30000 чесать это пипец вообще-то на 40 с чем-то он должен лететь да но тем не менее это очень высоко что у нас да даже управление а вот передали связываемся с районным пунктом продолжать продолжаю список аэропортов мне нужна вероника ну тут что-то хрена аэропорта ладно вероники нет летим дальше 30 процентов топлива но это нормально этот боинг такая собака он на своем топлива летит вообще черти куда ну и скоро можно будет начинать снижение я думаю где-то на сотки начну снижение снижение это сразу уменьшение скорости числа не очень хочется еще там перед посадкой придется немножко стримером по сражаться на 0 поставить тут же нельзя как вот в жизни да протянул руку повернул управление триммером она там на консоли посередине нету надо камеру повернуть посмотреть пошевелить за это время смотрю вполне может поэтому до выводят на клавиатуру как она и выведена на клавиатуру все но есть такой нюанс пока найдешь что куда выведена просто озвереешь кстати интерцепторы обломать интерцепторы это реверс интерцепторы значит это да да вот это не забыть на посадки паре пригодится в принципе у меня триммер есть мне есть куда вывести на джойстики этой хрени очень много единственное что непонятно как это ботва будет работать но как я вот эту штуку открутить могу вдруг вдруг на ее чем число нужное заведено вот но если я подключу эту ось на триммер как это будет с автопилотом состыковано а вот чё а давайте попробуем в конце концов чем не мешает так на параметры управления жалко самолет в это время не летит на автопилоте это я бы джойстик поверхности триммеры об кнопка она уже есть 16 и 18 а вот она удобно это вот на этой хатке она висит все отлично я счастлив главное забыть просто я тут подумал было в блин в дуал все перепуталась вылит дэнджерос вернуться полетать а летал я внес джойстика я понял что я нифига не помню как и жустика и управлял у меня было там вот в общем то все заведено на джойстик просто все и когда я в нее играл я все это дело помнил а сейчас я сколько-то лет в дуалку в элитку не играл хочу захотелось это красный а я не помню но все равно надо в элитку то наверно все таки вернуться полетать что-то давно я в ней не летал дуалка конечно дуалкой но я там сейчас просто большой корабль строю и не летаю вот а хочется полетать не страстительно жить и да и потом я страстительно играл только когда они бесплатный доступ давали в рекламных целях очень давно вот и сейчас то моего аккаунта там доступа нет оплатить за эту стране не хочу площадка для прогулки купленных кораблик ну и он нафиг да красиво но заняться нечем посылочки больше чего в столице ты посылочками будешь копить на какую-нибудь корабль купить большой ну ладно можно вообще не знаю копать можно не пробовал но там да там можно руду копать там вроде как можно теперь там солевожные какие-то обломки ночью рачу и корабль больше оси не потеряно ок нет спешно сидений нормально интернет прерывался последний странный интернет работает не нравится работает причем скажем вот с яндекс дзеном там с рутубом проблем никаких а вот с ютубом там бывает что и сколько-то часов видео залить не могу эту фигуру так 200 уже отлично уже счастье близко пробежали мимо демки я что-то прям после нового года в конце но него снова в конце января полез в стиме искать демки чего бы интересного и нашел целую кучу несколько недель их просто проходил 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 некоторые здоровые оказались как dark and boy например но вроде все больше ничего там на глаз не попадается интересного но сейчас в районе 23 вот 21 23 24 вот в этом районе там до что он что-то выйдет по ум 4 игры новых 3 этих точно хорошие но может не очень точно с большой вероятностью ксп 2 в рынках не должны перенести ну как меньше недели осталось они не могут так в последнюю секунду с кадением еще раз переносим а я очень заранее говорят да и переносим очень надо блатболу 3 ну блатболу 2 прекрасен я не периодически играю даже если они 3 испортят я буду дальше 2 играть и атомик хёрт атомик хёрт вот странная вещь она до сих пор есть в стипе но ее еще вынес на вк плейс вк плейч искать не хочется ничего общего иметь еще одна площадка еще один лаунчер смотрит это весь но будет ли стим и ею торговать хрен его знает вот и я думаю что вот кстати атомик хёрт может казаться хрень ну как колес протокол оказался так себе атомик рту стоит у него нафиг он 2 с лишним стоит ну хочу сзади теперь не ну то озеро оно так озеро и квадрат потом грузится в принципе говорят что он хуже чем они его хвалят с другой стороны это может сказаться просто трёху потому что сколь нибудь работающий демки нигде не наблюдается есть трейлеры их есть а некие видео что вот нам разрабы показали с одной стороны стильно забавно другой стороны может полным говном оказаться да поэтому я думаю может не сразу мне покупать а выждать видео вышли с другой стороны поскольку на youtube то выкладываю хорошо в первых рядах быть так что в общем даже не знаю как с ним поступить а сбал был все понятно блокболу я предзаказал даже там понятно что будет и счет там еще какая-то игра была в том же районе какая-то камень незначимая 20 штопом февраля так что ждем а пока осталась неделя дает до этой до этой славной даты старая прохожу то что у меня на канале давно проходится всего 7 игр но они по сути очень долгие фактически бесконечными microsoft лайк симулятор сами понимаете я буду летать тут еще черти сколько кар механик стоян новые dlc выходят недавно мерседес вышел world of sea battle онлайн онлайновая пока я там до топовых кораблей не доберусь я наверно тоже буду играть что там еще констракшен симулятор да вот этот я через какое-то время закончу но там реально чудо хренище строить там еще как минимум обустраивать порт это я сюда закончить контракт текущие текущие там организации потом порт а потом какой-то глобальный парк развлечений ваха 40 к демон хантерс тоже еще долго вот зомби кьюр лап может быть довольно быстро закончу потому что я думаю не так много осталось сейчас на положу зомби нужного уровня то есть останется вам еще один уровень и все и сможешь завершать но тут подойдут новые игры в дуал универс если кому интересно продолжаем мы играть по-прежнему наша так сказать компания там существует нас человек у ней небольшая строим сказать строим себе удовольствие то во что гораздо добываем руду по деньгам корпорация прочно на ногах стоит то есть там хватает оплачивать все наши клаймы но ничего не происходит то есть часть народа летает на астероиды я хочу сначала построить корабль для этого специальный то есть у меня есть микроб маленький который просто не жалко если уничтожить но я хочу корабль-носитель сделать с радаром ему поэтому пока на астероида я не летаю вот я строю большой хаулер ну просто гигантский на эль ядре это долгий процесс то есть собственно я обхожу рудники иногда летаю на или май привожу оттуда руду ну на этом собственно все да и торгую на рынке и строю люкс тоже строит все строят я думаю ближайшее видео будет когда мы с ним полетим на яга люкс намерен поселиться на яга тоже там отстроиться добывать там руду обслуживать бурно у нас вся корпорация так живет каждый при своей группе буров на какой-то планете он ее обслуживает плюсом руда у нас внутри карпы как бы перекочевывают кому что надо часть продается что было на что бура оплачивать вот так это работает встречный самолет пролетел вот все мирно спокойно снимать особо ничего возвращаясь к флайс-симулятору сейчас прилетим веронику после чего там в следующей серии я возьму что-то медленно летающее я думаю вертолет но посмотрим может не заладится тогда медленно летающий самолет и полетим смотреть на носорога бегемота кто там был не помню после чего из вероники в кейптаун давняя моя блин мечта сколько месяцев прошло а я все лечу носки там уже тогда по восточному побережью африки на чем-то более медленно более низко летающим где-то можно конечно махнуть на боинге но тоже наверное как с коротким рейсом то есть взлетел где-то близко сел это лучше тогда бизнес джет парк какой-нибудь скорость сопоставимая но не такая здоровый дура вот я бы прям даже что-то у них в магазине купил бы но проплатить невозможно да у них жабские цены там самолет там в районе косаря 2 стоит но какой-то можно купить интересный хотя не знатную свинью подложились тем гидросамолетом огромном который тонет да но что-то можно но нет проплаты мимо вообще можно было забавную штуку чинить у меня же получается зависли ютубские деньги на ю тубе как-то вот оттуда бы проплатить но не так не получится у них вывода нет средств на что-то такое зарубежное я можно заморочить с друзей из-за границы просить сделать карточку ты мне собственно карточек не нужна пластиками не нужен мне только и доступ нужен и забугорный чтоб счет морочится лень но на самом деле может заморачиваться но допустим накопиться там побольше а может так и сделаю вот чисто вот так что-то забугорное что-то что воплачивать в принципе удобно а решил тут корпус компьютера поменять и долго мучился выбрал кубер и залман до корпуса модель не помню там длин название и по сути одинаковый просто в залу может запихать более огромную видюху и больше вентиляторов но сам корпус крупнее в итоге это сыграло все-таки залоновский возьму на неделю собственно я уже заказал надо пойти заплатить и все переставлять этот гемор конечно я думаю сколько часов на займет все потроха переставить из старого корпуса вновь потому что ну греется сейчас ну да он он прям снаружи горячий уже корпус в районе видюхи он прям нагревается пипец видюха жарит плюс меня корпус очень старый у него блок питания берет воздух из общего отсека и выдувает наружу поэтому горячий воздух от видюхи попадает в блок питания и какой-то момент срабатывает терморелепа что был питание хороший достаточно нам от перегрузки от перегрева защита от всего на свете вот срабатывать терморелепа 6 высокой температуры питание компьютер отключается здравствуй жопа новый год надо новый блок у которого блок питания берет воздух с улицы и выдувает на улицу в отдельном отсеке живет так до чего у меня 167 миль а до чего у меня 236 миль хотел бы я знать это 70 миль разницы между прочим два указатель фу вф чагури не полезно это вам вероника до чего 200 с чем-то у меня курс проложен до вероники если что так что странно ну давайте еще 60 миль начну снижение внизу какая-то саванна прям странная да у меня есть подруга в кении отдыхает ну как отдыхает бегать по экскурсиям по всяким по этому всему нас за активный отдых шлет в телегра через телеграм фотки всех этих жирафов носорогов странных растений прочего и прочего и прочее конечно завидно но очень дорогой отдых конечно давно еще до кода к вида мы собирались как-нибудь посетить может быть тогда еще цены были более-менее вменяемые но так так и не собрались интересно конечно безумного бабла конечно стоит да сейчас все поездки дорогие я сейчас смотрю отдых на лето блин собственно уже почти все так можно сказать что не по карману не можно прям напрячься и поехать но за такие деньги не хочется это уже перебор скорее всего опять где-то по россии будут отдыхать тоже принципе хорошо но просит тоже нифига если более интересные места там на байкал там на дальний восток тоже дурак сейчас многие перестали ездить за границу многие стали отдыхать по россии туристический бизнес расцвел но что-то этот расцвет почему-то привел к повышению цены к понижению казалось бы да больше народу поехало отдыхать но цены должны упасть наверное нет никогда не поднялись так давайте пощупаем и да я ленивая жопа я про дагестан видео так до сих пор не сделал давай еще дальше от нас ну я видимо не могу связаться так и мини-хайзику так нижняя да а не смотрите меняются меняются консимба давай еще дальше все еще дальше нельзя а кондука раньше хорошее название 139 слушайте а 236 не изменилось лет на тридцатку уменьшилось 236 как было так и осталось багулина возможно и багулина ладно пошли снижаться так я прям здорово снижусь до десятки наверно давай до пятнашки сначала вот не ну косарь давай так самолет такую как горку сделал по ощущениям да но я прям сильное снижение сделал ну ка господа пассажиры приготовьте ваши рвотные мешочки я собственно не справа естественно смотрел как как он называется airbus запускают ну собственно как взлететь ох там бипец сколько всякого понастраивать надо короче больше ничего не работает ну ладно вы хотя время не пристегните бы чего его вешает вот управление например покажу элероном неисправно 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 задрали посадочные фары а мне не нужны проходно направленное освещение наземного газа или поворота такси огни маяка навигационные проблескобы так это все огни у меня включены ярко ярко священник козырька огни камины я когда-нибудь разберусь с этими 7 кнопями и все-таки буду летать все это включая но мне очень не нравится что тут половина не работает они возможно мне не нужны ну какого фига слушай как он медленно снижается то да так глядишь и не успею ладно да аэропорт всегда можно спикировать бедные пассажиры да что у нас тут ну пока ничего 115 миль погубленная какая дистанция я так понимаю это оно же потому что это конечный пункт но как то вот она сбоит с подписями соточка да ну ладно снижаюсь снижаюсь 100 миль в принципе я думаю должен я снизиться нормально может даже по уже ниже пятнашки прокладывать интенсивность спуска такая что можно уже дальше десятка ладно десятка пятерик я думаю не стоит хотя посмотрим ближе к делу я вот смотрел как человек запускает airbus ну там настоящий виртуальный пилот который все вообще все это знает как это работает что нужно как делать и так далее канал просто целиком посвящен полетом это конечно интересно но я так чувствую вот для меня мне надо какой-то список составить что надо делать что включить ну да тут есть чек-лист в игре прям но какой-то он такой странный а там человек играет с планировщиком полета он все вот это вот программирует радиомыки в компьютере самолета прям вот это вот все с одной стороны интересно с другой стороны ну так заморочены все так у меня сейчас скорость должна падать я в более плотные слои атмосферы вхожу неужели никто никогда не сделает какой-нибудь microsoft шип симулятора вот такого же масштабного хочется также хорошо сделанного но про корабли очень прям ну нет по поездам есть по самолетам есть по грузовикам есть а по кораблям нет жалко вот так же вся планета и корабли ну корабли разные а если еще с экономической составляющей так вообще офигеть но что-то никто не берется я после шип симулятор экстрим даже вот не помню ни одной игры да и шип симулятор экстрим был так себе там просто был порт в котором ты что-то выполняешь даже если вывести корабль из порта вот ты просто выводишь из порта а мира там нету то есть ты выводишь до некой зоны телепортации типа ну все вот вышло молодец или наоборот из зоны телепортации хлопает корабль вот давай заведи в порт какой-нибудь танкер ну и графика страшная конечно ну не совсем прям страшная но так себе да и игра-то давняя еле лет десять если не больше так 70 миль ничего не появилось я уже связался нет ты жюет пан фуге о ма бе боб погоди как о ма бе о ма бе о ма бе о ма бе бо 3 или это о ма ве воз по-русски ма бе да такой себе некий название странное нет ну тут нет дальше потому что вероник то она далеко сутра 60 миль остался а я на двадцатке То есть за 40 миль Я снизился на десятку Ой, елки И смотрите, равнина перестала быть квадратиками Она уже прям такая нормальная Так, дам себе возможность потом скрин сделать Ну, я не знаю Может в аэропорту потом сделаю Смотрю, как оно будет Я потом просто с видео скрин сделаю Сейчас щелкать С риском включить, что им не потребное Так, ну в другой стране скорость-то падает Так что может оно и нормально И как бы не хотелось больше аутентичности Чего-то меня совсем не тянет из кабины Управляйтесь посадкой То есть вот в эту амбразуру смотреть Вот тут как не высовывайся Это пипец Ну, кстати, на самом деле Летчики-то и не высовывают Сейчас сказать Штурвал нет, я вот включил Не маячил С одной стороны оно, да Аутентично, черт возьми С другой стороны Ни хрена не видно из этого Как сказать Ну, небоскреба Короче, очень высоко кабина расположена Маленький самолет Еще более-менее нормально сажать С видом из кабины А вот эту дуру Нет 50 миль Я, кстати, мимо какого-то аэропорта Пролетел Так Еще дальше Что еще дальше? Аминес Нет Это все не то Ну, 50 миль Это вроде взрослая Это не очень далеко Может, она Аэропорт ближе от меня Вот Вероника Я бы еще знал Какую Черт возьми Да, я знаю, что они по градусу Вероника 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 Фокстрот Янки Виктор Фокстрот Трафик Текса 0 0 1 3 8 Майл Норф Флайд Левел 1 9 5 Вероника Ранвей 26 26 Это 260 градусов Надеюсь, это заход 260 градусов Потому что я ровно с севера лечу 26 Вправо куда-то Ёлки Туда 19 Нормально А им пофигу они молчат Так, ладно Садиться будем Видимо Самым что ни на есть Пиратским способом Опять от балды Как я всегда это делаю Так Пошел Ниже Пятерик И давайте Я Ускорю снижение Вон вход в круг 30 милях Уже Тае Менше надо будет уже Австопилот выключать Сохранюсь на всякий случай Так Так То есть я бы уже и скорость снижал и все Ну блин Я еще не снизился В должной степени В должной степени Самолетом Самолетом То самим В большинстве Лучше меня автопилот До конца Снесет Ну вход в круг 5000 футов То есть я На пятерых Нормально Как раз Так же Где шасси Помню Где закрылки Помню Интерцепторы Помню Реверс Помню Все помню Триммер Тоже помню Снижение снизилось Уменьшилось Что не так Давай снижайся дальше Ну газом я не управляю Газом управляет Зараза Так 288 А пофиг Вот вход в круг уже Уже И вот так Вензелем я захожу Я вот так Как-то захожу Я не знаю Как у них градуса Работают Но вроде Длинную полосу Выбрал Сейчас посмотрю Сверху Какую я полосу Выбрал Самую длинную Я выбрал Я молодец Вот она Ладно Чего Секунду Тут-то Чего Так Все Управляю Самолетом Сам О И Триммер Вырвился А ты Какой Ноль Так У вас Очень Интересный Конечно Заход У меня предстоит Много развлечений С таким Заходом Мне сейчас Такой круг Придется Описывать Ну Ладно Долго Снижался И Вход В круг У них Очень Странный Конечно Ладно 14 тысяч Это еще Высоко Излишне Снижай 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 Зато Местность Плоская Это Радует Ой Там Верите Поля Веттряков По-моему Что-то В этом Духе Да Сильно Дальше Полететь Потому что Это Все-таки Истребитель Он На пятачке Не развернется И Надо Еще Достаточно Сильно Снизиться 12 До 5 На 5 Более-менее Выровнятся И Пойти В разворот Меня Прям Вверх Утаскивают Ну да Скорость Потому что Скорость 12 Много Скорость Куда ты Вверх Пошел Ёлки Вот мне Стоило Отпустить Сразу Вверх Ломанулся Ну что Надеюсь Пассажиры Хорошо Пристегнут Все-таки Луч Когда Автопилот Выводит Именно В высоту Этого Коридора Надо Было Мне Там Поставить Только Сейчас 4000 Потому что Я Сейчас Тоже Фактически Тут Не Пикирую Конечно Но Очень Здорово Вниз Ухожу Вниз 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 А знаете Что Еще Не знаю Я Давления Нет Не знаю Воздушные Насколько У меня Соответствует Моя Высота Высоте Реальной Почему А потому Что Потому что Я Забот Называется Автоматическая Штука Которая Сообщает Вот Я Не Включил Так 8 Уже Хорошо Можно Можно Прибирать Пикирование Ну Ну Ладно Прибирать Ну 8 В общем-то Уже Так Хорошо Чуть Прибавлю Газ Надеюсь Это 9 миль Это вход В Коридор Давай 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 Вход Хридор Вижу О А Нормально Идет Отлично В принципе То Что Надо Давай 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 Газ Убираем Ну Вот Нормально Чуть Закрылки Возвину Уже Да Снижаюсь Я Снижаю Скорость Снижаю Вверх То Прет Ну Понятно Скорость Большая Я Газ Вообще Убрал Я Собственно Я Планирую Ниже 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 Хорошо Идем С Выключеными Моторами Правда Что Удивительно Ну Все Вроде Выравнивается Не Вверх Не Вверх С тобой Ходи На Шести Ниже Вверх Низу Сторон Все время Щелкаете Закрылками но так мне кажется нормально вроде устаканился на одной высоте оп я должна скорости иду нормальный ставим закрылки выше главное что главное не шмякнуть так еще на меньшую скорость закрылки у меня рассчитана сейчас да фига себе все маленько поэтому я пожалуй выпущу шасси они тоже не мгновенно выпускаются я как-то уже очень низко лечу до 5000 абсолютная высота на уровне моря я в машины вижу над самой землей не щелкать не щелкать может не надо было закрылки на все выпускать но я что-то на минимальной скорости возможности лететь хотя смотрим учета 170 не хватает чтобы в воздухе держаться даже на таких на выпущен все равно снижается вот . траектория поднимается я у нижнего края этого коридора лечу что напрягает скорость-то в рамках кстати зачем подъем я не понял почему траектория сейчас поднимается непонятно ну ладно поднимаем а не так сильно поднимаем конечно вот я сейчас опять спуск я ниже коридора еду но все еще мне синенький почему-то черт ладно как раз успел выровняться к спуску-то сейчас мы смотрят курьере створит так еще левее я иду ниже это плохо ну ладно сравняем с коридор чем низ идет ты не потеряешь так сильно ты удаляется тихо 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 все теперь вниз ты че творишь а так что коридор не переключила серьезно как я люблю игру за такие вот финты ушами а нет уж поздно где там аэропорт и мы сядем в любом случае так вижу вроде полоса блин как хреново то а уже полоса на пилот вошел в раш дотянем до леса решил экипаж молчи поздно уже приземляемся она грунтовая она грунтовая это грунтовая полоса а у них есть асфальтированная полоса понятно так загрузить грунтовая полоса это перебор на грунтовую полосу это самолет посадить нельзя я так понимаю что странно залететь то можно так так директорный пень это 200 ладно работает навигация до 5000 вот так как нибудь вероника не отвечает вообще а это а африка а вон вход ну знаете я просто посмотрю что тут происходит еще вообще асфальтированных полос нет я просто засчитаю что я тут сел потому что это пипец понятно что типа сам себе злая буратино и надо было раньше подумать куда ты летишь ну я просто не хочу лететь в кейптаун а газом я сам управляю и оттуда возвращаться сюда вот этот местечко аэропорт ну да здесь и тысячах ну хрен увижу асфальтированная она или нет но по-моему тут нет асфальтированных полос это как будто очень местечко аэропорт они рыжие там нет асфальта это грунтовка понятно почему мне пишут что самолет бабах совершил и сарай стоит ну вы поняли что это за вероника да да ну не знаю че лучше то типа засчитать посадку потому что игра не даст мне самолет посадить даже если смогу его посадить игра мне не даст это сделать это как с тем гидросамолетом который тонул грунтовая полоса все вы столкнулись не не волнует вообще или мне поискать следующей серии рядом аэропорт который может принимать такие самолеты пишите в коментах что-нибудь жмите до новых встреч